Доброе утро! Вы знаете, сегодня прям чудесное настроение, несмотря на то, что я сова, но к вам вот ехала с большим удовольствием, правда, видимо, вот такая аура хорошая здесь. Спасибо большое. Ну что ж, расскажите таким, так сказать, неверующим, как я, про такую прекрасную науку, как астрология. Вот я не особо верю звёздам, но наука есть всё равно наука, она всё равно интересна, а астрология, она прям издревле, прям давным-давно ещё была. Да, конечно, это очень древняя наука, ещё была и у шумеров, и в Древнем Египте, и в Древнем Китае, и в Древней Индии. То есть на самом деле ни один правитель без решения астролога не принимал никакого решения. Это очень важная тенденция для того, чтобы вообще, в принципе, строить мировоззрение человека, характер человека и движение, путь решения государства. Вау, как всё серьёзно, оказывается. 2020 год, высокостный год, вот чего нам ожидать, и вообще чем отличается от обычного года? Ну, вообще принято считать, что высокостный год – это очень сложный. На самом деле, ну, как астролог я могу сказать, что это всего лишь суеверие, потому что высокостный год – это прибавленные вот эти 6 часов, которые накапливаются за 4 года, в принципе, да. То есть это добавленные часы. То есть мы знаем, что стандартный год – это 365 и 6 часов дополнительных. То есть накапливается время, и это нужно куда-то девать, чтобы, в принципе, не было какого-то хаоса в календаре. Но скажу так, что реально высокостный год, ну, никак не связан с какими-то проблематичными ситуациями, потому что некие факты, ну, например, гибель Титаника или смерть Юлия Цезаря, который как бы, ну, сам придумал этот календарь, они были привязаны, как бы, на самом деле, к этим датам. По сути, каждый год отличается, ну, со своими аспектами, своей энергией. Поэтому можно считать, что не надо опираться на вот эти суеверия. Несмотря на это, могу, как бы, опять же отметить, что 2020 год всё равно является достаточно сложным годом. Если вы знаете, то в этом году целых 6 затмений. То есть классически, ну, бывает 4 затмения, реже 5, но в этом году их целых 6. А это значит, что он с точки зрения кармы, ну, достаточно значимый. Он может привнести в жизнь, вообще мира, очень глобальные события. И, естественно, нужно внимательно относиться к периодам коридора затмений, потому что и на нашей стране он скажет в какой-то степени, и на всём мире это будет очень огромное влияние иметь. А ещё он может повлиять на людей очень сильно, у которых эти затмения какие-то точки в его личных гороскопах. То есть фиксируют. Ну, например, какое-то из затмений соединилось с вашим солнцем. Всё, оно как-то вот коллапсирует вам, создаёт какие-то новые события, либо позитивные, либо негативные. Поэтому это очень важно. И особенно в этом году, потому что их очень много. И отмечу ещё один очень важный момент по поводу 2020 года. Это очень важная отправная точка в мировой вообще позиции, в мировом шаре, в мировой экономике. Дело в том, что 12 января было очень важное соединение Сатурна с Плутоном. Такое происходит один раз в 30 лет. Примерно в 30 лет, потому что плюс-минус несколько лет. Так вот, вот в эти 30-летия уписываются очень важные мировые тенденции. Ну, вот в одной из них вписались две мировые войны, например, с 1918 по 1947 год. Следующие были коллапсы между США и Россией по 1947 по 1982. Вот с 1982 по 2000 тоже, вы уже знаете, там Китай вышел на мировую арену, противостояние с Америкой было. Так вот, сейчас мы тоже ждём сюрпризов в ближайшие 30 лет. Но, кстати, это коснётся не только мировых тенденций, но ещё и людей, которые как-то построят в этом году новый фундамент. Например, кто-то создаст семьи. Это, естественно, огромное количество людей построит семью. И я скажу, что это для них кармически, глобально и очень важно, потому что это касается всего рода, это касается событийности. Например, в этом году кто-то поступит на очень важное для себя обучение. Это тоже коснётся его на ближайшие 30 лет. То есть все начинания в этом году очень важны. Слушайте, теперь у меня всё стало на свои места. Почему в мультфильмах или даже в фильмах астрологов показывают людей, которые живут по 2 или по 3 тысячи лет. Я теперь понял, потому что раз в 30 лет это всё запоминает. Слушайте, вам может быть тысячи, а вы выглядите просто на 20. А вот к вам обращаются парочки, допустим, на совместимость знаков? Расскажите подробнее. На самом деле, да, очень много за мою практику ко мне приходило людей. Сначала приходит кто-то один, или муж, или жена. И уже впоследствии они приходят вместе, вдвоём, потому что им очень интересно рассуждать вообще по поводу совместимости и обсуждать. И я уже превращаюсь из просто астролога в астропсихолога. Ну слушайте, теперь я понимаю, почему вы выбрали астрологию. Это, оказывается, на самом деле интересно. И люди, которые говорят, что астрология, ну, это как-то неинтересно, на самом деле мы ошибаемся, оказывается. Очень интересно послушать. И такой вопрос, ну, я всё-таки как неверящий, а мне теперь становится всё интереснее и интереснее. Касаемо вот моего знака Зодиака. Вот как он действительно ли совпадает с моим характером? Правда ли? Что же так говорят? Ну, а кто вы познакомил? Овин. Ну, потому что я увидела, и опять же услышала вчера, мы познакомились с вами вчера, я как бы увидела динамичного человека. Сейчас я вижу тоже динамику, энергетику. А Овена — человек, любящий брать на себя первенство. Ух ты! Вот сейчас вы как бы ведёте ситуацию практически здесь, да? То есть как настоящий Овин, вы фонтанируете, вы такой идейный, энергичный. Я скажу, что вы очень соответствуете. Вы мне в краски выгоняете, слушайте. Так приятно оказывается. Я теперь верю в астрологию. Приятно, и комплименты слушали. А ещё какими бывают Овны, характеристика? Злыми. Иногда Овны бывают очень жёсткими, злыми, экспрессивными, эмоциональными. То есть, ну, это зависит, опять же, от аспектов. Вы должны понимать, что солярный Зодиак не является основной позицией. То есть очень важно учитывать все планеты во всей карте рождения. То есть у вас, например, может быть Солнце в знаке Овна, но Луна в знаке Рака. А значит, выводите ещё и носитель качеств Рака. Семейный, эмоциональный, ранимый, творческий. То есть вот это очень важно, все тонкости учитывать. А вот можете человека определить по характеру, допустим, не зная, какой у него знак, допустим, по жесту общения. А как правило, люди смешанных знаков. Всего 30% людей соответствуют своему классическому знаку Зодиака. Поэтому на самом деле это неправильно, по первому взгляду. Ещё очень отмечу момент, что внешность человека, их первичный характер определяется по его асценденту. Это момент рождения. Это точка рождения, где находился восходящий знак. То есть, может быть, вы овен, но восходящий знак у вас был, например, в Близнецах. И у вас вот такие вот, ну, опять же, подвижность немножечко присутствует в вашей карте. То есть вот это всё очень важно учитывать. Поэтому никогда на первый взгляд, иногда я отмечаю такие моменты, что карта рождения очень разительно отличается от вообще человеческого поведения. Человек либо не работает над собой, либо идёт в разрез каким-то образом со своим знаком. Такое тоже бывает. Как сложно, оказывается. Слушайте. Целая такая система, которую понять нам, простым людям, сложно. Её понять можно. Главное – любить. Вы же любите свою профессию. Да. И любовь к своей профессии даёт возможность углубляться в неё. Ну и, наверное, нельзя не спросить, всё-таки 2020 год, а, прогноз уже сделали, да, получается? Ну, это такой краткий прогноз. Но на самом деле я ещё могу отметить, что с точки зрения восточного календаря, это же год металлической крысы, он тоже очень благоприятный для построения, например, семейных отношений. Да. Всё-таки мышка, она любит… Опять же, я вам отметила, цикл 30-летия начинается. Мышка любит стабильность, мышка любит, чтобы всё было гармонично. Это металлическое, нужно действовать. Это год, когда нужно проявлять какую-то инициативу и активность. То есть те, кто будет пассивны, удачи не придёт в этом году. Надо действовать. Надо действовать, да. Неважно, на какой вы социальной позиции находитесь, вы, может быть, просто домохозяйка, но если вы стремитесь к саморазвитию, то вы получите большие результаты, большие успехи. Очень интересно, вдохновляет. Если честно, теперь я даже как-то переломала, что ли, во мне что-то, теперь мне даже понемножку хочется и верить, и даже побаиваешься теперь даже как-то. Раньше столько не верил, не верил, а теперь и по характеру, вы сказали, всё совпадает. И ты такой, вау, верить мне очень. На самом деле бояться астрологии нельзя. Это очень хорошая наука, которая даёт подсказки, значимые подсказки для человека, когда начинать какие-то действия, в какие даты делать открытие или быть пассивным. Потому что обычно в полнолунии человек очень активен. И в эти дни не рекомендуется, например, выпивать алкоголь, потому что вот эта чрезмерная активность, она будет достаточно агрессивно влиять на вас. А если в этот день ещё и Луна находится в знаке Овен, то это может принести какой-то коллапс. Например, очень неприятные даты из прошлого для нашей страны, даты Ожских событий, где был такой вот коллапс между кыргызами и узбеками. То есть огромное количество людей погибло. Так вот там очень сильно фигурировал знак Овен. Там фигурировали опять же вот эти энергии дня, когда просто на пустом месте у людей возникает такая эмоция, энергия, она вот это вот всё вибрирует. То есть очень важно для каких-то значимых действий, праздниц, мероприятий, событий каких-то вот это всё учитывать. Вот вы как ранее сказали, что Овны бывают такие импульсивные, иногда бывают агрессивные. Бывают, да. А вот как утихомирить себя? Если вы Овен, как утихомирить? Но если вы классический Овен, я всегда рекомендую заниматься спортом или заниматься чем-то динамичным, чем-то активным, потому что это очень помогает себя стабилизировать. То есть выплёскивать вот эту агрессию на позитивное русло. Потому что я считаю, что Овны одни из самых таких интересных знаков, потому что Овен, он первооткрыватель. То есть все вот такие важные открытия были совершены людьми, у которых был где-то активен этот знак. Или Марс в Овне, или Солнце в Овне, или Асцендент в Овне. Они такие горящие идеи, такие пассионары. Слушайте, вы, наверное, не остро, вы целый гипнотизёр. Я ушёл просто. Да вы что? Да, я, кстати, увлекаюсь гипнозом. Это очень интересная тоже тема. Ну, слушайте, и, конечно, такой замечательный праздник Масленица сейчас в данный момент происходит в нашей стране и в странах, в соседних странах СНГ, в такой большой стране, как Россия. Ваши пожелания, поздравления, наставления, может быть, какие-то. Да, ну, это праздник, завершение симы, начало весны, начало возрождения. То есть я желаю, чтобы в душе было что-то новое, чтобы вы почувствовали любовь. Самое главное — новые отношения к себе, возрождение с самим собой, любовь к планете. То есть полюбите всё вокруг себя, любите то, что было, но самое главное — это смотреть в настоящее и в будущее. Я желаю всем такого чудесного настроения. Спасибо, что уделили своё утреннее время, пришли к нам, поделились такой полезной информацией. Желаем вам успехов и крепкого здоровья. А у нас в гостях была очаровательная девушка. Я не мог оторвать своих глаз. И вот так подниму глаза вверх. Олимпия, прекрасный, очаровательный астролог, Олимпия Сковоронская. Спасибо вам, всего хорошего. Надеюсь, ещё будет время, вы придёте и поделитесь с нами хорошей информацией. А сейчас мы сделаем небольшую музыкальную паузу, послушаем замечательную музыку, вернёмся и продолжим нашу беседу.